В европейских топ-чемпионатах сыграно треть матчей сезона. За это время мы стали свидетелями нескольких сюрпризов. Одни команды превзошли ожидания и начали кампанию впечатляющим образом. Другие до сих пор терпят неудачи и не знают, как выйти из кризиса. Представляем пять главных открытий, а также пять главных неудачников нового европейского сезона. Но перед продолжением, пожалуйста, ответьте на вопрос. Друзья, какая команда в этом сезоне забила больше всего голов в топ-5 чемпионатах Европы? Варианты. Парис-Анджермен, Бавария, Манчестер-Сити, Барселона. Черкните свои ответы в комментариях. Благодарим. ТОП-5 КОМАНД, КОТОРЫЕ УСПЕШНО СТАРТОВАЛИ Арсенал В конце прошлого сезона канониры были близки к тому, чтобы впервые с 2016 года финишировать в зоне Лиги Чемпионов. За два тура до конца команде необходимо было набирать максимум очков, но подопечные Микель и Артетты не справились с задачей, в результате чего в топ-4 вырвался Тоттенхам. Вместо того, чтобы опустить руки и готовиться к новому сезону в подавленном состоянии, Арсенал поступил иначе, усилил свой состав весьма солидными игроками. На 132 миллиона 600 тысяч евро были приобретены такие футболисты, как Габриэль Жезус, Александр Зинченко и Фабио Виейро. Кроме того, на перспективу взяты Маркинис и Тернер. Еще одним важным дополнением стал защитник Уильям Салиба, который благодаря своим выступлениям на правах аренды за Марсель в прошлом сезоне был признан лучшим молодым игроком года в чемпионате Франции. Вооружившись качественными новобранцами, коллектив Артетты очень бодро начал сезон и сходу показал конкурентам амбиции. Сейчас на календаре октябрь, а канониры лидируют в турнирной таблице чемпионата Англии с отрывом в 4 очка от Манчестера Сити. Из 10 сыгранных матчей Арсенал выиграл 9 и потерпел лишь одно поражение в выездной игре против Манчестера Юнайтед на Ултрафорд. Даже здесь подопечные Артетты вполне могли зацепиться за очки, если бы более расторопнее использовали свои моменты. В остальном же под каток Арсенала в сезоне успели попасть такие топ-клубы, как Ливерпуль и Тоттенхам. Конечно, говорить о чемпионстве рано, но тур за туром подопечные Артетты все никак не могут угомониться. Будем надеяться, канониры стабильно пройдут через всю дистанцию и, наконец, поборются за золотые медали. Летом команда Лучано Спалетти лишилась сразу пятерых ключевых футболистов. Из клуба ушел его лучший бомбардир в истории Дрис Мертенс, капитан Лоренцо Инсинье, основной вратарь Давида Спина, один из лучших центральных защитников серии Калиду Кулебали, а также талантливый хавбек Фабиан Руиз. Хотя неаполитанцы и завершили прошлый сезон на третьем месте, потеря лидеров исключила их из списка фаворитов на высокие места в новой компании. Тем более, руководство потратило на трансферном рынке 68 миллионов 50 тысяч евро на игроков, чьи имена не вызывали особого доверия. На позицию полузащитника на замену Инсинье было приобретено сразу два футболиста – Хвича Кварацхелия и Джакома Распадори. Вместо Мертенса прибыл Джованни Симеоне, а на смену Кулебали – Ким Миндже, который до этого провел один сезон в Европе в составе турецкого Фенербахче. Ну и ряды команды пополнили защитники Матиас Оливейра и Лео Остигар, и бывший вратарь Парис Инжермен Сальватор и Сиригу, который пришел исполнять роль сменщика Алекса Мерета. Вопреки ожиданиям, Наполи бодро стартовал в серии А и в настоящий момент лидирует в турнирной таблице с отрывом в два очка от Аталанты. Команда Лучано-Сполетти буквально выносит соперников вверх ногами, не потерпев в новом сезоне ни одного поражения. В девяти турах серии А команда побеждала семь раз и лишь дважды сыграла в ничью. Кроме того, неаполитанцы навели много шороху в Лиге Чемпионов и уже в четвертом туре гарантировали себе выход из группы с такими командами, как Ливерпуль, Аякс и Рейнджерс. Если выделять персонали, в первую очередь стоит отметить игру Хвичи Кварасхели. Грузинский спортсмен всю карьеру выступал в чемпионатах России и Грузии, но при этом сходу адаптировался к серии А, и сейчас имеет на счету семь голов и шесть ассистов во всех турнирах. Центральный защитник Ким Минже тоже отлично себя проявил и вполне достойно заменил ушедшего в Челси Калиду Кулебали. За корейским футболистом активно следит Манчестер Юнайтед, что уже о многом говорит. Неон Берлин В прошлом сезоне железные финишировали всего в одном очке от зоны Лиги Чемпионов, пропустив вперед Лейпциг. Многие думали, что хорошие выступления команды были временным явлением, но в нынешней кампании подопечные Урса Фишера вновь показали – они являются весьма крепким коллективом. И это при том, что летом немецкий клуб потерял своего лучшего бомбардира – Тайва Айвании, который перебрался в Ноттингем Форест за 20,5 миллионов евро. У него он, в свою очередь, потратил на рынки всего 24 миллиона 420 тысяч, но при этом усилился десятью футболистами, пять из которых пришли на правах свободного агента. Главным дополнением стал нападающий Жордан, ведь к середине октября на счету форварда уже три гола и два асиста в Бундеслиге. В настоящий момент Унион лидирует в чемпионате Германии, имея в активе 23 очка в десяти матчах. Отрыв от ближайшего преследователя – Мюнхенской и Баварии – составляет 4 очка. Но кто знает, если Бавария продолжит буксовать, берлинский коллектив вполне может сотворить сенсацию. Но если команда Урса-Фишера продолжит в том же духе, то по итогам сезона ей будет вполне по силам забронировать себе место в Лиге чемпионов. Тем более в прошлой кампании Унион сполна показал, что способен демонстрировать достаточную стабильность для борьбы за ТОП-4. Удинезе Своим успехом на старте сезона Чернобелы обязаны главному тренеру Андреа Сатилю, который возглавил команду летом. За короткий срок итальянский специалист наладил атмосферу внутри клуба и выстроил привлекательную игру, которая уже успела шокировать местных грандов. В межсезонье Удинезе напродавал игроков на 50 миллионов 700 тысяч евро, лишившись одного из ключевых футболистов в лице крайнего защитника – Науэля Малины, который перебрался в мадридский Атлетико. Большую часть вырученных денег Чернобелы и потратили на новобранцев. Одним из лучших решений стало приглашение нападающего Бетта из португальского Портимоненса. На счету форварда в настоящий момент пять голов в серии А – это лучший показатель в команде и третий в чемпионате. Общая стоимость состава Удинезе по версии Трансфермаркта составляет 119,5 миллионов евро. Но не стоит забывать, что команда в прошлом сезоне финишировала на 12-й строчке. При всем при этом Чернобелы и впечатляющие начали сезон, и на сегодняшний день располагаются на шестом месте, отставая от лидирующего Наполе на пять очков. По ходу розыгрыша серии А подопечные Сатили успели вынести Рому 4-0 и Миланский Интер 3-1. Помимо нападающего Бетта, также стоит уделить внимание защитнику Дестине Удоджи, который записал в свой актив два гола в чемпионате. К слову, летом футболист уже был продан в лондонский Тоттенхам с договоренностью о том, что итальянец задержится в стане чернобелых до конца сезона. В конце прошлого сезона Мерлузовы еле спаслись от вылета во второй дивизион, оторвавшись от Сент-Этьена на четыре очка. Перед стартом новой кампании будущее не сулило команде ничего хорошего. На трансферном рынке клуб потратил всего 5 миллионов 700 тысяч евро и при этом лишился одного из своих лучших атакующих игроков в лице Армана Лорианте, который за 10 миллионов перебрался в итальянский Сосуоло. Более того, в команде произошла смена тренера. Вместо Кристофа Пелесье пришел Режи Либри, который ранее возглавлял молодежку Лориана и совсем не имел опыта работы на взрослом уровне. Тем не менее, время показало, что перемены пошли Мерлузовым только на пользу. Сейчас в Лиге 1 прошло 11 туров, и Лориан неожиданно занимает вторую строчку в чемпионате, отставая от лидирующего Париса Анжермен на три очка. В ходе кампании подопечные Либри успели обыграть такие команды, как Леон и Лиль. Причем матч с Догами Лориан доигрывал в меньшинстве, но несмотря на это вырвал победу на последних минутах усилиями Тео Либри, защитника которой является сыном главного наставника. Кроме того, в успехе Мерлузовых значительную роль сыграл лучший бомбардир команды Терем Мофи. В этом сезоне нигериец уже забил 8 голов. Это ровно столько же, сколько за всю предыдущую кампанию. ТОП-5 КОМАНД, КОТОРЫЕ ПРОВАЛИЛИ СТАРТ СЕЗОНА ЛИВЕРПУЛЬ Этим летом команда Юргена Клоппа потеряла важного футболиста в лице Садио Мане. Сенегалец выступал за команду с 2016 года и с тех пор был системообразующим игроком в атаке скаузеров. Руководство Ливерпуля не стало удовлетворять запросы нападающего по зарплате, поэтому футболист за год до истечения контракта настаивал на уходе в Мюнхенскую Баварию за 32 миллиона евро. Вместо Мане скаузеры за 75 миллионов приобрели у Лиссабонской Бенфики молодого форварда Дарвина Нуньеса. Уругвайц бодро начал сезон, отметившись двумя голами и ассистом в своих первых двух официальных матчах за команду. Но уже во втором туре АПЛ нападающий получил красную в игре против Кристал Пелос, после чего заметно сбавил обороты. Справедливости ради отметим, Ливерпуль испытывает проблемы не только в атаке. Система Клоппа в целом дала сбой на старте сезона. В десяти сыгранных матчах в английской премьер-лиге скаузеры смогли добыть всего четыре победы и в данный момент располагаются на седьмом месте в турнирной таблице. Но в последнее время команда начинает приходить в себя. Умерсисайдсов две победы подряд в чемпионате. На прошлых выходных Ливерпуль неожиданно обыграл Манчестер-Сити, а в середине этой недели — лондонский Вестхам. Ситуацию усугубляют и кадровые проблемы. На старте сезона клубу не хватало полузащитников, а травм страдал едва ли не каждый хавбек из обоймы. По иронии судьбы, даже пришедший для глубины состава Артур Мелло уже успел сломаться и вылететь на несколько месяцев. Сейчас у Ливерпуля наблюдаются кадровые проблемы с защитниками. Из строя выбыли Жоэль Матип и Трент Александр Арнольд. Учитывая все неприятности, многие сомневаются, что подопечные Юргена Клоппа в конце сезона смогут финишировать в топ-4. Вулверхэмптон С момента возвращения из чемпионшипа в 2018 году волки не финишировали в премьер-лиге ниже 13-й строчки. Вот только в нынешнем сезоне все может измениться в худшую сторону. Хотя перед стартом сезона команда провела самую бурную трансферную кампанию в своей истории и потратила на рынке 136 миллионов 600 тысяч евро. На Молинью пришли такие футболисты, как Диего Коста, Гонсалу Гедыш, Натан Коллинз, Саша Калайджич, Бубакар Трауре и Матео Шнуниш, который стал самым дорогим игроком в истории Вулверхэмптона. Руководство надеялось, что новые подписания помогут команде побороться за Еврокубки, но в итоге старт сезона обернулся для волков настоящим провалом. У Вулверхэмптона уже шесть поражений в первых 11 турах чемпионата, из-за чего клуб располагается на 18-м месте в зоне вылета. Провальный старт не устроил верхушку клуба, вследствие чего главный тренер Бруно Лаже был уволен со своего поста. Некоторое время ходили слухи о назначении на эту должность Хулино Лапитеге, который недавно потерял работу в Севилье, но испанец решил отказаться от предложения волков и взять время на отдых. Сейчас фаворитом на вакантную должность является бывший наставник клуба Нуну Ишпериту Санту. Португалец в 2018 году вывел Вулверхэмптон в премьер-лигу, но в 2021-м. Он покинул команду и возглавил Тоттенхэм, в котором задержался всего на пару месяцев. Нуну сидит без работы уже почти год и с удовольствием вернулся бы в бывший клуб, но перед этим еще необходимо согласовать условия контракта и видение проекта. Лестер Летом болельщики команды сполна осознали, что от нового сезона ничего хорошего ожидать не стоит, вместо того, чтобы усилиться. Клуб, наоборот, ослабил состав, продав основного голкипера Каспера Шмейхеля в Ниццу. Болельщики все ждали, когда руководство займется приобретением нового вратаря на замену датчанину, но в конечном итоге сделать этого не удалось, и Лисы были вынуждены начинать кампанию с Дэнни Уордом в роли основного. Кроме того, клуб продал своего молодого защитника Уэсли Фафана в лондонский Челси, купив ему на замену Ваута Фасса из французского Рейнса. Провальная трансферная кампания сполна отразилась на положении Лестера в турнирной таблице АПЛ. Команда, которая еще в 2021 году боролась за место в Лиге чемпионов, в настоящий момент располагается на 19-м месте в турнирной таблице с 8 очками. Коллектив Брэндона Роджерса пропустил 24 мяча в нынешнем розыгрыше чемпионата. Это больше, чем у любой другой команды Премьер Лиги. В 10 матчах Лестер одержал всего 2 победы, обыграв дома последний Ноттингем Форест и 16-й лиц. Ювентус В прошлом сезоне старая сеньора впервые за 11 лет не выиграла ни одного трофея, финишировав на 4-м месте в серии А и проиграв в финале Кубка Италии Миланскому Интеру. Но если оглядываться на минувшую кампанию, она покажется еще нормальной, если посмотреть на то, что происходит с командой сейчас. Казалось бы, Бьин Канери неплохо усилились на трансферном рынке, подписав на правах свободного агента таких футболистов, как Поль Пагба и Анхель де Мария. К слову, последний стал героем нашего недавнего видео, где мы представили самых худых футболистов. Не успели посмотреть? Обязательно это сделайте. Продолжим. Ювентус заплатил 63 миллиона 550 тысяч евро за Аркадиуша Милика, Глейсона Брэмора, Филиппа Костича, Андреа Камбьяса и Леандра Паредеса. Пришедшие новобранцы должны были помочь команде добиться прогресса, вернув ее в чемпионскую гонку. Вот только в серии А прошло уже 10 туров, а Ювентус располагается на восьмом месте с двумя поражениями и с четырьмя матчами, сыгранными в ничью. Отрыв от первого места составляет 10 пунктов, поэтому о борьбе за Скудетто пока не может идти и речи. Но неудачи в серии А — это еще полбеды. Подопечные Аллегри находятся в шаге от вылета из группового этапа Лиги чемпионов. В последнем туре Ювентус проиграл на выезде Макаби Хайфа, и теперь Лиссабонской и Бенфике достаточно набрать два очка в двух оставшихся матчах, чтобы оставить старую сеньору за бортом раунда плей-офф. Байер В прошлом сезоне фармацевты под руководством Херарда Сиаани финишировали на третьем месте в Бундеслиге и уверенно шагнули в Лигу чемпионов впервые с 2019 года. Летом команда крайне пассивно действовала на трансферном рынке и усилила состав лишь двумя футболистами, арендованным у Челси полузащитником Калумом Хацамадои и нападающим из пражской спарты Адамом Гложиком. В общем, костяк сохранился, поэтому никаких панических настроений у болельщиков Ливеркузенского клуба в преддверии нового сезона не было. Но как оказалось зря, в этом розыгрыше Бундеслиге прошло 10 туров, а фармацевты с восьмью очками идут в зоне стыковых матчей за право остаться в Лисе. Из-за провальных результатов руководство уволило главного тренера Херарда Сиаани, назначив на замену бывшего полузащитника Ливерпуля, Мадридского Реала и Мюнхенской Баварии Хаби Алонса. Испанец ранее работал во главе дубля со Съедата, но, получив предложение от Байера, с радостью согласился принять новый вызов. Тренеру удалось добыть первую победу, но затем последовало два поражения от Порту в Лиге Чемпионов и от франкфуртского Айнтрахта в Бундеслиге. В любом случае, у Алонса есть еще достаточно времени на исправление ситуации. Будет любопытно понаблюдать за тем, как Хаби зарекомендует себя в роли тренера. Уважаемые зрители, каким бы ни выдался старт сезона для той или иной команды, на календаре только октябрь, и главная борьба ждет впереди. Тем более, с ноября по декабрь состоится чемпионат мира, после которого игрокам будет сложно психологически перестроиться, а также сохранить оптимальную физическую форму. Друзья, выступления каких команд на старте этой кампании вас больше всего удивили? Напишите об этом в комментариях. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok